Будущий канцлер Российской империи Горчаков, будущий адмирал Матюшкин, будущий декабрист Пущин. Куда как много значительных фигур среди выпускников Царскосельского лицея. Но их слава была результатом упорных трудов, долгой жизни и участия в великих событиях. Лицеист Пушкин сразу занял первое место на отечественном Парнасе и заговорил о самом важном – о свободе, рабстве, тирании. Его слава распространялась по России со скоростью еще не изобретенного тогда телеграфа. В Томске его стихи узнали, когда автор ушел только 21-й год. Когда в Томск приехал Спиранский, он уже знал наизусть Руслана и Людмилы Пушкинского. И здесь он попал в компанию лицеистов. Мы знаем, что здесь лицеисты отметили день рождения Пущина. Ясно, как они его отметили. Полицейских, конечно, весело. И когда в это же приблизительное время оказался в Томске еще и Спиранский, они не могли не встретиться. И я думаю, хорошо, если бы в Томске стоял бы вот такой памятник встречи лицеистов Спиранского вместе. Интересный мог бы получиться памятник. Интереснее многих в действительности стоявших на улицах города. До Первой мировой в Томске памятников вообще не было. Идеи их установки витали в воздухе, но в камень они не воплощались. И только в 1915 году, благодаря энтузиазму нарымского мецената, появился первый – бюст Пушкина напротив публичной библиотеки. Пушкин стоял спиной к реке, лицом публичной библиотеки. Вот в такой же позиции. Этот сквер был огромен, запущен. Пушкин украшал его 30 лет. До тех пор, пока в 1950 забытом сейчас году, его не сменил на этом посту адмирал Нахимов. Нахимова нам прислали по какому-то недоразумению. Может быть, лишний оставался после юбилея обороны Севастополя. Адмирал простоял в сквере недолго и был заменен Шишковым, на котором неизвестные мизерабли отыгрываются за свое трудное детство и загубленную молодость. А городские власти сделали вывод – памятник должен располагаться на видном месте. Прятать бюст Пушкина где-то в скверике, я посчитал, ну неправильно. Пушкин должен видеть нас, а мы все должны видеть Пушкина. Вот из этих соображений я единолично, по сути дела, принял это решение. И все с ним согласились. Бюст работы Амикушина, установленной по инициативе мэра, это пятая попытка Томичей выразить восхищение пушкинскому гению. Предыдущие скульптурные воплощения поэта в городе не прижились, а точнее, не выжили. Печальнее всего была судьба Пушкина из Бувсада. На любительской фотографии видно, что он стоял в окружении группы товарищей. Достаточно интересное просто описание, как этот памятник Пушкину располагался. Допустим, когда он стоял в Бувсаду, он стоял в центре, Пушкин, да, по правой руке стоял Энгельс, по правой руке стоял Ларкс. Дальше там стояли еще Ленин, Сталин. Только в глухой провинции могли допустить такое нарушение табели о рангах. Пушкин в центре, Ленин сбоку. На социалистическом олимпе все места были заняты согласно вкладу в строительство коммунизма. Наверху основоположники. У основания пионеры, стахановцы и герой гражданской войны. Великие писатели размещались посредине. Пушкин, например, был выше Толстого, который все-таки граф и богоискатель, но ниже Маяковского. Последнего всегда ваяли в полный рост, а на Пушкине часто экономили, ограничиваясь бюстом. Зато бюсты были в каждом парке, и много поколений советских хулиганов набивало на них руку. В те годы по Бувсаду пролегала граница между чистой, господской, так сказать, частью города, Кировским районом, и всем остальным деревянным, неблагоустроенным Томском. Бувсад был действующей моделью дремучего леса. Здесь водились свои соловьи-разбойники и разная прочая нечисть, которая с удовольствием крушила все то недоломанное, что осталось от прежнего еще дореволюционного Бувсада. Бувсад, он просто был ничейный, бесхозный. Да там даже вот проходить, чтобы выйти на улицу Карташова, которые дети... Мы, говорят, через Бувсад не ходим. Лучше обойти. В начале 60-х Валентина Павловна устраивала летний досуг пионеров Бувсаду. Вместе с детьми она стирала матерщину с постаментов и хорошо помнит, какая участь постигла пушкинский бюст. Когда, допустим, мы приходили, опять усы подкрасили или там что-то сделали, мы подкрашивали, ребятишкам это даже нравилось в конце концов. Но когда уже начали, то руку отмомят, то еще что-нибудь мы не способны были. И вот в один прекрасный момент мы приходим, все разбито, все разбросано. Да. Я его помню, мальчишка бегала до 50-х, 60-х годов, когда этот памятник стоял. Он, конечно, был такой полукустарной работой, честно сказать. Ну, как произведение искусства он, конечно, не тянул на такой вот высокий уровень. С другой стороны, и мы не во Флоренции живем, чтобы претендовать на высокий класс. Хорошо делаем хотя бы какие-то попытки. От прежних попыток осталась улица Пушкина. Ими была присвоена улица к 150-летнему юбилею Александра Сергеевича. И памятник там был. Копия царскосельского только из железобетона. Потом копию сочли малохудожественной и разломали. В результате у нас улица Пушкина без памятника и памятник Пушкину на улице Ленина. Памятник сам по себе – это олицетворение нашего отношения к Пушкину, нашей памяти, нашей гордости за то, что у нас был такой поэт прекрасный. Но его не важно, где он стоит. Главное, чтобы его видели, как можно больше людей. В истории часто не поймешь, где совпадение, где закономерность. Едва только с помпой отпраздновали 200-летие Пушкина, как к власти пришел Путин. Человек многосторонний, замеченный в чем угодно, но только не в симпатиях к литературе и русскому языку. Идеальный антипод Пушкина, несмотря на некоторое созвучие фамилии. Хорошо бы кто-нибудь из кремлевских референтов напомнил ему, что есть у великого поэта замечательное стихотворение про памятник. А в нем ужасно актуальные строки. Что в мой жестокий век восславил я свободу, и милость к падшим призывал. Вдруг поможет.